Рэнди Кутюр родился 22 июня 1963 года. В городе Эверетт, Вашингтон, США, родители Шаран Амелия и Эдвард Льюис вскоре решили перебраться в другой населенный пункт Ленвуд. Здесь Рэнди начал посещать школу Альдервуд. Позже отец отвел сына в секцию бокса. В биографии Кутюра сказано, что первые успехи в этом виде спорта начали появляться после перехода в среднюю школу Ленвуд. Парни отправили на чемпионат штата, с которого Рэнди вернулся победителем. В 1982 году боец поступил в ряды американской армии. В молодости в течение шести лет спортсмен отдал службу, которую завершил в звании сержанта 101-й воздушно-десантной армии. Там мужчина продолжал тренироваться и достигать успеха в выбранном виде спорта. Будучи военнослужащим, Рэнди хотел участвовать с американской командой в турнире по вольной борьбе. Но по ошибке молодого человека записали на соревнования по греко-римской борьбе. Чтобы не пропустить турнир, Кутюр согласился. После увольнения из армии в 1988 году Рэнди трижды входил в число запасных игроков Олимпийской сборной США, но на игры попал только в 2000-м, где стал полуфиналистом. Спортивная карьера в качестве бойца ММА для Кутюра началась в 1997 году на чемпионате UFC 13. На старте ему предстояло выйти против Тони Халми и Стивена Грэма. В двух боях Рэнди стал победителем. Этот результат принес начинающему бойцу титул чемпиона турнира. Следующим соперником уже на UFC 15 стал Виттер Белфорд. Добиться успеха противнику не удалось, вновь с победой поздравляли Рэнди. В этот раз Кутюр заставил судей объявить о техническом нокауте. Бой за титул спортсмен проводил уже в возрасте 33 лет. Противником выбрали Мариса Смита. По итогам нескольких раундов судьи решили присудить победу Кутюру. Эксперты подтвердили, что Рэнди выглядел в октагоне лучше соперника. Напряжение между руководством UFC и Кутюром нарастало. В 1998 году контракт спортсмена с организацией был расторгнут. Но заканчивать карьеру Рэнди не планировал. Мужчина отправился в Японию и подписал договор с Рингс. С этого момента удача отвернулась от боица. Первую схватку спортсмен проиграл. В течение двух лет, которые Кутюр провел в Японии, победы чередовались с проигрышами. Но в ноябре 2000 года боец отправился на встречу с руководителями UFC. Им удалось договориться о новом контракте. Это придало уверенности Рэнди, поэтому бой против Кевина Рэндлмена спортсмен выиграл и возвратил свой титул чемпиона. Через два года Рэнди вышел в октагон против Джоша Барнетта. Переиграть соперника американец не сумел. Но победителем Барнетт значился недолго. В крови у спортсмена обнаружили запрещенные астероиды, из-за них Джоша лишили титула. Рэнди мечтал вернуть звание чемпиона, поэтому согласился на бой с Рико Родригесом. Поражение остудило пыл Кутюра. Мужчина понял, что нужно переходить в более легкую категорию. Победы не заставили себя ждать. Боец положил на пол Тита Ортиса и Чака Лидила. Благодаря этому титул вновь возвратился в руки американского спортсмена. Рэнди Кутюр стал первым человеком, который завоевал пояса чемпиона в двух весовых категориях. Спортсмен выходил в октагон против Чака Лидила трижды, но победить талантливого бойца Рэнди удалось лишь однажды, в остальных двух случаях он проиграл нокаутом. Эти поражения больно ударили по уверенности Кутюра, поэтому он заявил о завершении карьеры бойца ММА. Любовь к спорту не прошла, и в 2007 году Рэнди вернулся на ринг. Уступать победу Тиму Сильвий американец не планировал, поэтому с первых секунд избрал тактику давления, а не выжидания. Это позволило Кутюру выиграть. Теперь он навсегда останется в истории ММА как человек, которому удалось пять раз стать чемпионом UFC. В 2008 году агенты Брока Леснора и Рэнди Кутюра договорились о бою между подопечными. Спортсмен пропускал удар за ударом, из-за чего судьи остановили турнир и отдали победу Броку, присудив Рэнди технический нокаут. Через год Кутюра снова ожидала поражения, но уже от бразильца Антонио Родриго Нагейра. Рэнди планировал восстановить статус и вернуть титул, поэтому через три месяца после проигрыша вновь оказался в клетке. В другом углу стоял Брэндон Вера. Победу присвоили Кутюру. В феврале 2010 года спортсмен выступил против Марка Коулмана. Рэнди применил удушающий прием и добился очередного титула. Через семь месяцев прошел бой между Рэнди Кутюром и Джеймсом Тони, который завершился победой первого. В 2011 году боец вышел против Лиота Мачиды. Этот турнир оказался последним для Рэнди. Уйти непобежденным спортсмену не удалось, он проиграл сопернику. Российский боец Федор Емельяненко обратился к Кутюру с предложением организовать совместный бой, но американец отказался. В СМИ появилась информация, что Рэнди остался недоволен предложенной суммой, но спортсмен опроверг эти заявления. По мнению Кутюра, ему было бы сложно прийти в 52 года к идеальной физической форме. Рэнди считает, что выходить в октагон неподготовленным нельзя. По статистике за профессиональную карьеру Кутюр провел 30 боев, 19 из них завершились для американца победой. На полках в доме бойца находится бесчисленное количество трофеев, заработанных в рамках турниров UFC. Карьеру актера Рэнди Кутюр начал в 2003 году. В фильмографии спортсмена присутствует более двух десятков картин. Боец предстает на видео мощным мужчиной. Его рост составляет 185 сантиметров, а вес – 93 килограмма. Благодаря таким внушительным параметрам спортсмена приглашают на съемки в боевиках и фильмах о полицейских. Если в начале кинокарьеры атлету доставались незначительные роли, а его имени всегда указывали в титрах, то в 2010-м работа в ленте «Неудержимые» превратила Рэнди в звезду. Компанию Кутюру на съемках составили такие именитые представители шоу-бизнеса, как Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлона. Рэнди был не единственным профессиональным спортсменом, задействованным в картине. В каст также вошли рестлер Стив Остин, боксер Микки Рурк, бойцы-близнецы Антонио и Роджерио Нагейро и другие. Картина трижды оправдала 80-миллионный бюджет, успех у зрителей и критиков подвиг создателей на выпуск многочисленных сиквелов. Новым телепроектом Рэнди вместе с Доном Манном в 2021-м стало шоу «Сюрвайвинг Мэн», где ведущие устроили для участников экстремальные соревнования на выживание в Центре подготовки специальных операций. Карьера спортсмена и актера негативно сказывалась на личной жизни Рэнди. Кутюр трижды был официально женат. Супругами бойцы становились Шерон, Триша и Кимбарева. Последний брак Кутюра закончился разводом в 2009-м, у спортсмена трое родных детей, сыновья Райан и Кейден и дочь Эйми, а также приемная дочь. В настоящее время Рэнди состоит в отношениях с актрисой, моделью и телеведущей Минди Робинсон. Пара выставляет совместные фото в соцсетях, вместе участвуют в телепроектах и занимается волонтерством.